Сейчас вас научат Я приветствую сегодня всех, у кого спорт в душе. Безусловно, мы гордимся своей спортивной традицией, Харьковской школой спорта. Но для того, чтобы рождать и давать миру новых звезд, нам, безусловно, нужны несколько составляющих. Первое, это сам труд и желание спортсмена. Конечно, поддержка родственников и родителей. Однозначно, уверенность и настойчивость тренера и, безусловно, хорошие условия для того, чтобы весь этот потенциал раскрыть и дать возможность сформироваться новым и ярким звездам Харьковской области и целой Украины. Вы знаете, все эти места, они мне хорошо знакомы. Я пришел первый раз в зал 20 лет назад и весь свой путь проходил, начиная именно с этих залов. И сейчас, приехав сюда, я вижу, что наш спорт и ХТЗ и не только все остальные арены, все не только живет, но и развивается. Вы знаете, Харьков мой родной город, это мой любимый город. И я бы хотел сказать спасибо Юлии Александровне, что она находит время поддерживать именно эту область спортивную. Потому что есть такие слова, как «в здоровом теле, здоровый дух». Я думаю, это неотъемлемая часть жизни любого человека, как молодого, так и взрослого. Поэтому большое вам спасибо, что вы, то, что вы делаете, что развиваете это направление. И я думаю, у нас впереди еще большие победы. Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить вас от своего имени, от имени родителей, занимающихся за зал, за то, что вы переживаете, болеете спортом. У нас, наверное, еще не было губернатора, такого спортивного. Я очень доволен, что у нас есть такой губернатор. Надеюсь, вы в дальнейшем будете оказывать нам помощь. Буду. Мы останавливаться не собираемся. Мы любим спорт и будем все делать для того, чтобы молодые звезды становились яркими звездами, которые прославляют Украину и повышают ее имя. У вас хороший отремонтированный зал. У вас очень настойчивый, прогрессивный тренер. У вас, я думаю, что родители поддерживают в занятиях спорта все условия для того, чтобы становиться самыми яркими, самыми сильными и самыми знаменитыми. Я здесь боюсь. Мы не на этом выбираем. Мы не на этом выбираем. Мы на этом выбираем. Мы здесь. Сейчас у меня куришка. Что, что делается сегодня у нас на территории нашей Харьковщины в развитии спорта, это самая большая вещь. Я вам очень благодарю и приветствую всех детей. И это очень большая страна. Очень большая количество часов спортивной школы находились поза увагой влады. Мы виправили эту ситуацию. Минулого года взялись за работу и сделали все комплексно. Уже отремонтировано два зали боксу. Зал из настольного тенниса, а также зал из важной атлетики. Мы перейшли до работы из легкоатлетического залу. Мы сделали все для того, чтобы было комфортно заниматься спортом. Мы начали и уже завершили ремонт даху. Внутренние все работы, внутренние примещения, полностью поменяны коммуникации. Продолжим работу щодо покриття. Мы сделаем качественное и современное покриття для беговой дорожки. И будем продолжать ремонтирование. Мы сделаем все в спортивных закладах и спортивных будильных на 100%. А от спортивной школы и от вихователей чекаем на новых спортивных зерочек. Робимо все для того, чтобы спорт был доступным. И в Харківской области, и в Харкове. По области мы строим физкультурно-здоровые комплексы. В этом году мы открываем еще два новых физкультурно-здоровых комплекса, которые детям будут дать послуги безкоштовно. Будем ремонтировать басейны, будем строить новые. Будем закупать новое обладнание в спортивные школы Харківской области. Будем створить при каждой опорной школе спортивные майданчики и майданчики с тренажерным обладнанием. Будем продолжать работу щодо створения футбольных майданчиков с штучным покрытием, для того, чтобы наши дети могли иметь возможность заниматься спортом. Той, кто любит спорт, должен иметь на это все возможности. Сегодня школа получила второе дыхание. У нас в этом году уже прошел тендер, нам в этом году дали 8 миллионов. Мы полностью делаем покрытие лексика, будет европейского уровня. Делаем заграждения, ремонты делаем так, бойлеры поменяем, чтобы было теплее. Поэтому думаю, в этом году еще прорыв сделаем значительный. И я думаю, что в ноябрь месяце мы закончили все ремонты, и уже школа будет иметь немножко другой вид. И у нас планы есть на будущее, чтобы тут расширить условия, расширить те же футбольные поля. Многие родители хотят, чтобы все-таки тут был построен тоже шкаток, те же спортивные залы и художественные гимнастики. И мы все-таки в это верим, надеемся, потому что, я вам скажу, сегодня имеет то, что у нас такой губернатор, губернатор такая у нас, как Юлия Александровна Светлична. И я вам скажу, люди ей верят, доверяют. И сегодня она много делает. Она это доказала своим отношениям к спорту. И, как все говорят, она спортивный губернатор, скажем так. Поэтому сегодня школа живет, скажем так, в будущем. И мы верим, что это будет.